Это экстренный вызов телеканалу ОТС. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Не забывайте, у нашей программы есть ограничения по возрасту. Детям до 16 смотреть не рекомендуется. Мы начинаем. По водной глади или почему велосипедная прогулка закончилась трагедией? 15 миллионов рублей. Как эскетинский прокурор прокололся на особо крупном мошенничестве? Жду и верю, на что готова отчаявшаяся мать в поисках пропавшего сына. Опасные испарения над Октябрьским районом Новосибирска – результат детской шалости. Последствия пришлось ликвидировать спасателям. ЧП произошло в частном секторе. Подростки обнаружили в окрестностях коробку с капсулами ртути. Они разбили стеклянные емкости и разбросали опасное вещество по всей округе. Когда родители узнали, сразу забили тревогу. Вызвали спасателей. Пришлось оцепить территорию. Для начала необходимо было выявить очаги заражения. Эти места были основные определены. Ртуть собрана, как получилась. Местность демеркуризирована, обработана. Часть ртути пришлось изымать вместе с грунтом. То есть порядка 10 мешков получилось с грунтом. Все обработано. Признаков каких-то отравлений у детей не было на тот момент. В итоге виновникам переполоха откровенно повезло – отделались легким испугом. Хотя концентрация опасных испарений на месте происшествия превысила норму чуть ли не в сотню раз. В полиции сейчас разбираются, где именно дети раздобыли ртутные колбы, которые, согласно маркировке, были изготовлены без малого 60 лет назад. Следователи сейчас проверяют и обстоятельства гибели двух детей. Мальчики отправились погулять и не вернулись к ужину. Их искали полицейские, спасатели, военные и добровольцы. Оказалось, 8-летний Максим и 11-летний Павел утонули в разлившейся реке. Почему ребята оказались в ледяной воде, выясняла Анна Скок. Мальчики ушли из дома около 4-х часов дня. Хотели покататься на велосипеде. К ужину не вернулись, и родители забили тревогу. Сыновья никогда не гуляли допоздна. Около 10 часов вечера сообщение о пропаже поступило в экстренные службы. Максима и Павла начали искать. Полицейские, внутренние войска и добровольцы прочесывали территорию, работали кинологи с собаками и спасатели масс. Нашелся свидетель, который видел мальчиков живыми. Вот тот охранник их как раз вчера и видел, купающимся, он и сообщил. Соответственно, видел, что здесь купались, плюскались. Вот на этой дороге вода потеплее, но там не глубоко. Ну и вот здесь на мелководье как раз тепло. Единственное, что, скажем, один из моментов, да, дети ни тот, ни другой плавать не умели. Поиски вели до двух часов ночи, с раннего утра возобновили. К экстренным службам присоединились водолазы, муниципальные аварийно-спасательные службы. Они искали уже тела. Осмотрели заброшенные технологические колодцы недалеко от моста. В итоге вернулись к месту, где нашли одежду детей. Вернулись уже в более глубокое место, рядом с тем, где они купались. Соответственно, было найдено сначала тело одного мальчика. Ну и где-то через полчаса, метров в 20 от первого, найдено тело второго. Следов насильственной смерти на детских телах не обнаружили. По одной из версий, школьник упал в воду, а второй попытался его спасти. В итоге погибли оба. Но велосипед, на котором приехали ребята, поисковики так и не обнаружили. На данный момент основная версия гибели детей – шалость с трагическими последствиями. Мальчишки могли захотеть прокатиться на велосипедах по размытой дороге. Она не отмечена флажками и где заканчивается – просто непонятно. Причина смерти школьников уже установлена точно. Мальчики захлебнулись. Однако по данному факту все равно проводят проверку. Намечены определенные планы. Это все-таки место происшествия необходимо, наверное, властям и администрации района Октябрьского как-то немного закрыть от свободного доступа. По результатам проверки следователи дадут юридическую оценку. Однако вопрос о возбуждении уголовного дела пока не стоит. А на сколько Александр Егоров, Борис Гладких – экстренный вызов. Тем временем сегодня работникам Новосибирской областной прокуратуры представили нового начальника. Владимир Фалилеев сменил на этом посту ушедшего в отставку Евгения Овчинникова. Согласно указу президента, исполнять обязанности новый прокурор будет в течение пяти лет. В приветственном слове Владимир Фалилеев отметил, что не прочь задержаться в Новосибирске и на больший срок. Он заверил подчиненных, что революции в уверенном ему ведомстве не предвидится. Вместо этого планирует напряженную и кропотливую работу. Стоит добавить, что ранее Владимир Фалилеев занимал должность прокурора Забайкальского края. Однако не все новосибирские прокуроры зарекомендовали себя с хорошей стороны. Главный правоохранитель из Китимского района, например, попался на мошенничестве в особо крупном размере. Геннадий Ситников должен был получить 15 миллионов рублей от осужденного бизнесмена. Это цена свободы. Впрочем, все пошло не по плану. С конца апреля главный прокурор из Китимского района Геннадий Ситников в отпуске с последующим увольнением. Однако это не помешало ему провернуть аферу. На территории Колывани в выходные отдыхающего правоохранителя взяли оперативники ФСБ. В руках у него были 10 миллионов рублей. Тут же последовали обыски в районной прокуратуре и отделах Следственного комитета. Поднимите, пожалуйста. И сомневается. Собой нет. А это бердский бизнесмен Игорь Супрун, который и подвел главного из Китимского прокурора под уголовную статью. В конце прошлого года его осудили за связь с 15-летней школьницей полутора годам колонии-поселения. Отбывая срок, предприниматель искал возможность условно-досрочного освобождения. Геннадий Ситников узнал об этом и предложил свою помощь. 15 миллионов рублей цена свободы и прекращение ряда других уголовных дел в отношении Супруна. Впрочем, как уже выяснили следователи, районный прокурор планировал получить деньги, но делать для бизнесмена ничего не собирался. Поэтому дело квалифицировали как мошенничество в особо крупном размере. И последнее. Потерявшая ребенка мать решилась на отчаянные меры. Мы уже рассказывали историю Марины Арутюнян. Еще в декабре 2012-го ее сын ушел из дома и с тех пор ни слуху, ни духу. Впрочем, были и неожиданные повороты в следствии. Но женщину это не устроило. Вот она и вышла на одиночный пикет. Совершенно одна, с листовками и плакатом. Марине Арутюнян больше не на кого надеется. Сын Артур пропал еще в декабре 2012-го. Поначалу поиски вели очень активно. Мы тогда выйдем на проселочную, расклеим с ней, а ты как раз прочешешь и там нас перехватишь. Вот так всем миром разыскивали Артура Арутюняна еще в прошлом году. Парня якобы увидела продавщица в магазине на улице Дубравы. Пять дней спустя после исчезновения. Последний раз он позвонил своей бывшей девушке со станции метро «Речной вокзал» и больше на связь не выходил. Только через год после исчезновения полицейские вроде бы нашли тело юноши в реке в Томской области. Но мать не опознала сына. Длина тела трупа 178 сантиметров. Так как у Артура длина тела, вот медицинская карта Артура, сделанная, вот последняя медицинская диспансеризация, они прошли в школе 7 марта 2012 года. Рост указан 182 сантиметра. Ну, куда делись 4 сантиметра. Вместо густых волос залысины нет следов перелома руки и приметного шрама на ноге. Однако эксперты говорят, нет ничего удивительного, тело проплыло 400 километров, потому и изменилось. Провели генетическую экспертизу. Результат? Покойный это сын Марины. Женщина настаивает на новых проверках, но тщетно. Розыск прекратили, а уголовное дело приостановили. Отчаявшаяся мать не смирилась. Вышла на одиночный пикет. В дальнейшем собираюсь ходатайствовать об экзумации трупа. У Артура был еще один перелом. Ключицы и постер делают рентгеновский снимок скелета и докажут, что это действительно он, если там есть этот перелом. К сожалению, сегодня уже никто, кроме самой Марины, не надеется найти Артура. Мы как чисто человеческая жалость, но, наверное, уже два года, наверное, уже надо потихонечку все-таки это принимать. Однако Марина Арутюнян смиряться не собирается. Ей нужно знать, жив Артур или мертв. И если он все-таки погиб, похоронить его. Мы будем следить за развитием событий. Анна Скок, Елена Отмахова, Андрей Карасев. Экстренный вызов. На сегодня все. Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону 310-2005. Он доступен каждый будний день в рабочее время с 10 до 6. Видео своих ЧП выкладывайте в группе экстренного вызова ВКонтакте. Берегите себя. Увидимся завтра на канале ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok